Добрый день дорогие друзья! Вы на канале Флорист Мариуполь. Сегодня у нас 21 декабря и в этом видео поговорим о сроках посева цикламена, пеларгонии. О том как собрать свои семена, очистить цикламена, пеларгонии. В конце я выложу ссылки на это видео, мы уже об этом говорили. Но в данном случае вот у нас уже есть очищенные семена. Я показываю как выглядят в коробочках они, это цикламен именно. И поговорим о том, когда же нужно посеять его. И именно цикламен и пеларгонию, чтобы на весну получить цветущие кустики пеларгонии. И чтобы цикламены у нас зацвели на 8 марта. Но не в этом году. Цикламен садится, можно сказать, и растится год. Это я имею ввиду сроки развития цикламена не в профессиональной теплице, там где поддерживается круглый год температурный режим. А если мы его растим в обычных условиях, то есть в наших стандартных условиях, когда у нас летом очень жарко, для того, чтобы у нас цикламен хорошо развился, и мы получили на середину июля крепкие хорошие саженцы, нам нужно сеять его в декабре месяце. Самый крайний срок это 15 января. Начиная с декабря по 15 января. Тогда на июль месяц мы получим уже крепкие саженцы вот такого плана, которые будем уже пикировать 12 горшки. И жара, которая у нас постоянно летом, она будет переноситься намного проще. Этими детками они не будут у нас болеть, гореть. Поэтому сроки посева нужно учитывать. Что касается семян пеларгонии, то по срокам посева тоже нужно отсеяться где-то до 15 января, можно декабрь-январь, для того, чтобы наши сеянцы зацвели где-то на май-июнь. То есть пеларгония отсветет через 3-4 месяца после посева. Она более неприхотлива, чем цикламен. И поэтому отсеять я ее буду в декабре, сейчас у нас декабрь, заранее. А вы должны учитывать это до 15 января, нужно высеять. Сроки посева мы с вами обговорили. Теперь давайте рассмотрим, как правильно посеять. Значит поверхностно мы будем сеять пеларгонию цикламен. Я использую для этого ящики. Земля, которая нужна, я оставлю ссылку в конце видео. Обязательно проливаем землю противогрибковыми препаратами. Их на данный момент много, вы можете использовать любой препарат. И я всегда проливаю октарой от вредителей, так как тоже бывает. Мошка появляется, которая уничтожает молодые сеянцы. Поэтому вот я использую октару при поливе и противогрибковые средства. Землю нужно хорошо напитать. То есть я ее проливаю несколько раз, чтобы она была достаточно влажная. От этого будет зависеть схожесть наших семян. Когда семена будут иметь возможность хорошо набухнуть во влажной земле, они быстро взойдут. Учитывайте такой момент, что семена пеларгонии всходят неравномерно. То есть при посеве она может взойти одно растение на второй день, а другое через месяц. То есть при одинаковых условиях, при свежих семенах пеларгония имеет такие свойства. Поэтому я долго держу их в ящике посевном, больше чем полтора месяца, потому что они постоянно, постоянно на протяжении всего времени всходят. Но сам посев он стандартный. Семена пеларгонии и цикламена, они присыпаются небольшим слоем земли, где-то 3 мм, и опять-таки сверху поливается свежая земля. Накрываем наши ящики пленкой и ставим цикламен. Можно ставить в температурный режим 16 градусов. Он сходит при таком режиме 14-16 пеларгония в теплое место. Для хорошей схожести она предпочитает высокие температуры, где-то 25 градусов. И с цикламен мы ящики накрываем, сходят они в темноте. Когда показываются наши семенцы, тогда мы их ставим на свет. Пеларгония изначально ставится на свет и всходит она на свету. Но думаю, все важные вопросы по посеву цикламену и пеларгонии мы с вами разобрали. Если какие-то будут вопросы, спрашивайте. Обязательно подписывайтесь. В следующем видео поговорим о посеве других растений, которые нужно тоже высеять. Обязательно в январе, не позже. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока.